Девушки отдыхают И лабиринтом, которые у нас в городе были и есть Мы сейчас с вами полезем в трубу И путь нам предстоит не близкой Километров сто Мы еще и сами не знаем, что из этого получится В трубе не очень комфортно Но уверены, тайны нас ожидают на каждом шагу Мы отправляемся искать пропавшие речки Седьмая полиция Седьмая полиция Она стоит на болоте Вот это болото было, там утки летали Вот оттуда речку Я сейчас потерял колодец Мы найдем ее Там идет полтора метра И он висеть уходит Вот здесь речка Вот здесь она проходит И она здесь была открытая Так это первая Это основенка Она шумит здорово Где-то колодец буквально вот здесь Это не канализация Ну, какая может быть канализация Здесь-то, видите, ничего нету Домов-то здесь нету Вот эта речка идет, вот она Вот она, знаете, как шла? Вот где-то вот Вот так вот она шла Вот эти дома, эти немцы строили Вот эти дома немцы строили Так она вот с этой стороны И идет вдоль Вдоль и пошла А там уже она На Маяковского Там она была просто Открыта уже была Основенка Приток Мельковки Обе речки в начале 19 века Прославились золотыми россыпями Исток Мельковки На территории Уралмашзавода Основенка начиналась вот здесь На болоте На котором поставили корпуса 7-й больницы И думали, что речку-то укротили Это Основенка Так, Малаховка Это, значит, с политехнического института С политехнического института По Малышево Идет через сад Энгельса Тоже я участвовал Я с Калаточком раньше работал Вот я участвовал, ее закапывал Значит, вторая речка И Черемшанка пошла на Бардино Вот там Три речки Вот запрятывал я Не жалко было речек? Ну, жалко-то жалко Но вы поймите одно единственное Вот, знаете, как вам сказать-то Вот они Вот берут Кидают все Ну, раньше было Вот Как опять раньше-то было Ну, я уже 63 года Так я старенький уже Понимаете Старались люди Полоскали там Бельишко ходили Все нормально А потом Вот Притащили койки там Накидали какой-то мусор Все начали Ну, она начала гнить Как-то речь Как-то гнить начала Понимаете Ну, это жалко, конечно Ну, пришлось Вот наши власти Пришли, да Запрятан И запрятан А так О, интересно было У меня, понимаете Вот я помню Вот здесь вот Вот за этими домами Я помню Такие пологие Такие бережки были Травка всегда была Здесь вот Вот Где Утки Я их лично видел Уток Утки Ну, натуральные утки Дикие плавали Ага А у Анатолия Вот Сейчас Анатолия Это вот У них корова Эта самая Проварилась там Так ее вытаскивали Потом еле вытащили Да Ну, болото было Натуральное болото было Сколько же необычных узников У нас под ногами Под асфальтом Под кварталами Старых и новых домов Мы их замуровали И замуровали навечно Чтобы потомки Уже никогда не узнали Эту страшную тайну О пленниках Можно сказать В железной маске Какие мы, например, знаем Речки Екатернбурга Кого бы я ни спросила Все называли только Исей Да Эта река бежит по городу Ни много ни мало 30 километров Вот я специально принес карту Значит, это Карта Старая 1828 По-моему, года И вот если мы посмотрим на нее Вот эта вот тряпочка такая Вот и сеть И здесь видны Раз Два Три Четыре Пять И это еще не все Речки Которые Собирала на себя Вот эта вот Эта вот Эта сеть По ним были Распланированы Городские улицы Как правило Эти все городские Старые речушки Они брали Начало из болот Потому что город Был окружен болотами То есть Как ее не закапывали Потом ее закопали И источник все-таки Остается Подземный Поэтому Вот этой Картографической основой Наши проектировщики Не пользуются Это принадлежность Архива Историков Музейщиков И Получаются такие вещи Когда Привязывается Какое-либо здание Затапливаются Подвалы Оказывается Перекрыли речку Что случилось Вот С речушкой Я не помню Как она называется Которая питала Халитоновский пруд Вот в этом дворце Новое здание Перерезало речку Залились подвалы И опустел Иссох пруд Ну Более курьезный случай Произошел Когда организовали Комплекс Скульптурных мастерских На Мичурино По-моему И Скульптор Жаловалась Что она У всех ямы Для глины сухие А у нее Вот ничего не получается И деньги она туда Какие-то огромные Нажил бухала И никелированные Тазы какие-то делала Черные там Эти Колодцы У нее все это Под потолок Поднималось Независимо от веса И как бы мы Эти речки Не брали Никакие трубы Они все равно Проявляются Улица Тверетина Можно там еще Ремонтировать Бесконечно Рядом протекает Речка И поэтому Вот эти вот карты Старые карты Они Говорят о том Что город-то наш В общем-то Довольно-таки Морской, речной И поплыть можем В любую секунду Представьте Как славно Смотрелся бы Наш Екатеринбург Если бы По территории Заводов Бежали Маленькие Речки Чистые Несущие В жаркий день Прохладу С кушинками С трекозами Рыбками Может быть Даже Утками Вот и нам Захотелось Посидеть На бережках Шустрой Речки Малаховки Которая Весело Бежала От дендропарка Что на улице Академической Где-то Мимо Суворовского Училища Потом по Гагарина И выруливала На улицу Малышева Как вам сказать Это было Где-то Пятьдесят Нет Сорок девятый Год Сорок девятый Где-то год Так вот Там было Здание Взорвали его Такое Красное здание Было Пошел Пошел Раньше Называлось Кузбацкое Вот он К семьдесят Девятому Там болото Всегда болото стояло Вот она пошла 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 Потом Значит Где Восточное Так с правой стороны Там тонули люди Там тоже было Болотина Такая А наем Сваи Четырнадцать метров Или шестнадцать Забивали Кстати тоже Там участник Забивали И поставили Там Копотца Вот это Место Под мостом Определенно Знают все Автомобилисты После дождичка Здесь всегда Море воды Мы думаем Что канализацию Прорвало Нет Это мстит нам Плененная Малаховка Пока мы Искали Спуск К очередной Подземной Реке Наступила Зима И поиски Осложнились По совету Известного Краеведа Юрия Павловича Торопова Мы оказались В парке Энгельса Где только И можно Услышать Голос Знаменитой Малаховки Нам повезло Мы не только Услышали ее Но и увидели Мне рассказывал Мой отец Он жил На углу Маркса Энгельса Луначарского Его мать Ходила Полоскать Белье На эту речку И там Собиралось Много женщин Вот А на углу Был бар Американка Где его отец Сидел И выпивал Пиво Вот А сейчас Даже не знаю Сейчас мы Поменяем Направление Отправимся На главный Проспект города Искать речку С ласковым Именем Акулинка Она часто Превращает Улицу Попова В мокрую Улицу Начало Речки Удалось Найти Не где-нибудь А в подвале Завода По обработке Цветных металлов Речка Акулинка Нас здесь Действительно Беспокоит Постоянно Потому что Как мы видим Здесь вода Стоит Круглогодично Единственное Техническое Мероприятие Это Отсосный Узел Создан здесь На этом месте И при переполнении Приемного Вот этого Приямочка Водичка Откачивается Выбрасывается На поверхности Уходит Уже С Дождевыми И другими Осадочными Водами Если 81 год Завод Не уплыл То я думаю Что для Нашего поколения И будущего Мы еще Продержимся На этой речке Куринки Блажен кто верует Но ведь давно Известно Что строить дома На подобных Подземных Реках Просто нельзя Жить в них Вредно Потому что Это Заведомо Опасное место Я не знаю Насчет этого Плохо Это или хорошо Но русло В любом варианте Это кровеносная Система Вот Она не может быть Дурной Или там Не дурной Но то что Это динамический Переносчик Какой-то информации Совершенно Определенно А Это особая Система Исследования Очевидно Тут мне говорить Трудно Но вот они Под нами Живут И существуют Странно Получается Речки есть И в то же время Их нет Кто во всем Этому виноват Может Анатолий Григорьевич Вахлов Он признался Зарыл Три речки Но когда Хоронили Очередной Водоем Искренне Огорчался До сих пор Мучиться Совестью Будто Только по его Вине Нарушена Эта часть Храма Природы Вот эти Подземные реки Они являются Невидимыми Коллекторами Всех поверхностных Постывания Всяком Желез Это первоначальную Гидро Гидро Графическую Основу Конечно Это Деньги Конечно Это Никому Не надо Но Относительно Бахчисарайского Фонтана Это Такие вещи Вполне Возможно Это Памятник Градостроительства Это памятник Нашей архитектуры Нашего города И если Где-то Пробьет Ключ Не асфальт А выворачивающий А нормальный Цивилизованный В виде Какого-то Источника Ну Это Наверное Только на пользу Будет Горожанам И речушка Вздохнет Ну вот И закончилось Наше Грустное Путешествие По трубе А нам Словами Известного Оперного Героя Пору Воскликнуть Она Мертва А тайны Не узнал я Так почему Мы так Жестоки К природе Почему Не умеем Строить Не разрушая Ее И не пора Ли нам Вспомнить Заповедь Наших Нецивилизованных Предков Которые Считали Что ни землю Ни воздух Ни воду Предавать Нельзя Никогда Наше Продолжение следует Продолжение следует...